Здравствуйте, я Тимур Сержанов. Глава государства подписала указ, обязывающий Акимов всех уровней в течение года проводить встречи с населением и информировать население об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана. Подробнее об этом поговорим с Габидуллой Успанкуловым, заместителем заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан. Здравствуйте, добро пожаловать к вам в программу. Здравствуйте, спасибо. Собственно, первый вопрос. Президент подписал указ о проведении встречи Акимов с населением и уже в ближайшее время этот новый формат должен быть внедрен. Можете пояснить, как это будет проходить на практике все-таки? Спасибо за приглашение. В первую очередь хотелось бы сказать, что это очень такой эффективный очередной шаг в реализации концепции сыщего государства. Глава государства Касмжом Аркемин Штукаев поручал обеспечить, создать условия для оперативного и эффективного реагирования на запросы населения. И в этой связи была выстроена сейчас по новому указу система коммуникации между Акимов всех уровней и жителями Казахстана. В этой связи, если сравнительно говорить, с 2005 года формат отчетных встреч Акимов существует и с тех пор были внесены ряд изменений, вносились. Но на этот раз указ предполагает о регулярных встречах. То есть, если это раньше, как вы правильно отметили, один раз в год, это январь-февраль. И далее население не могло знать, что с вопросами и так далее. То есть, здесь уже на регулярных встречах население уже может смотреть динамику своих вопросов, как они решаются и так далее. То есть, регулярность мы отмечаем, что согласно указу Акимов области не менее двух раз в год встречается. Он обязан посетить каждый район, каждый город областного значения. И для Акимов, городов республиканское значение и столицы, это ежеквартальные встречи в районах. Не менее. Но более они могут проводить. И для остальных уровней. Не менее одной встречи. Более по требованию и при необходимости они могут проводить эти встречи. И для Акимов районов, городов областного значения, это ежеквартальные встречи. И с посещением каждого микрорайона, квартала и других населенных пунктов, они регулярно будут посещать. И здесь самый главный акцент нужно сделать на то, что мы сказали о регулярности. И в следующий момент мы должны отметить, что вопросы заданные, они будут фиксироваться. И если этот вопрос касается региональных компетенций, то они будут решаться в регионе. Если это будет касаться центральных компетенций, тогда они будут аккумулироваться на уровне правительства. И соответствующим финансированием, там, другими вопросами, они будут принимать решение. Ну вот часто мы слышим критику в адрес многих Акимов о том, что они недоступны. И в этом смысле, конечно, вы ответили на вопрос о доступности по новому закону. И даже когда вот бывает порой проводятся встречи, я просто подготавливаюсь к нашему интервью, просмотрел страницы в социальных сетях, то есть довольно часто говорят о том, что проводятся эти встречи в областных центрах, не все могут туда попасть. И вот с учетом нового закона, как будет решаться этот вопрос? Очень правильный вопрос. Здесь мы должны сказать о том, что еще одной особенностью данного указа является то, что будет установлен принцип Аким к народу. То есть если раньше жители, например, Ултаусского района ездили в город Караганду, либо жители Буки-Урдинского района ездили в город Уральск, это более 500 километров. Не каждый поедет. Не каждый поедет, это раз. Во-вторых, это расходы для населения. Поэтому здесь принцип поменялся, здесь Акимы должны выезжать к народу. То есть они едут в эти отдаленные районы, встречаются с населением. И вот этот принцип будет на практике реализован. Во-вторых, то, что доступности, это будет обеспечено заранее в информационном поле. Люди будут знать, где будут проходить встречи и когда будут проходить встречи. То есть эти все моменты, они обеспечат более доступность для любых категорий. То ли будет НПО, непрофессионная организация, то ли это будут жители, то ли это будут другие общественные организации. То есть для всех будет равная возможность принимать участие. Вот про равную возможность вы сказали. Бывает так, что в этом нет никакого секрета или какого-то планирования. Но тем не менее, бывает, что на отчетной встрече есть актив, присутствует. НПО, про которое вы говорили, госаппарат, который ответственный и должен быть на этой встрече. Не каждый может попасть на эту встречу. Вот как можно решить эту проблему? Ведь это проблема. Да, такая критика тоже была. И на этот момент в указе предусматривается следующее. Значит, если заранее все публикуется о месте и времени проведения, то любой гражданин имеет право прийти. И как вы сказали, что заранее вот эти места как бы занимались бюджетными организациями, там другие люди. То здесь этого уже не будет, поскольку любой гражданин будет приходить и активно будет принимать участие. Здесь возможность будет создана. Другой вопрос, когда мы говорим о том, что при отчетных встречах было большинство времени уходило на передачу информации, что делается. На доклад? Да, на доклад. Но здесь в указе очень четко это предусматривает, что информация должна быть ограничена одной четвертью только будет доклад, а остальное время будет уделено на вопросы-ответы. То есть здесь предполагается о том, что люди и так знают по средствам массовой информации, что делается. Но для людей будет интересно узнать ответы на свой вопрос. Поэтому здесь потребности населения тоже учитываются. И здесь вот именно три четверти времени именно будет уделяться на сессию вопрос-ответы. Ну здесь самое главное оговорка просто как зрителя. Конечно, хорошо было бы, если бы и граждане тоже формулировали вопросы более лаконично и, скажем, более конкретно, что ли. Да, тоже немаловажный оттек. Да, потому что порой бывает такая ситуация, что тот, кто действительно хочет задать свой вопрос, не успевает не по причине, скажем, Акима, долгого ответа, а долгого вопроса от гражданина. То есть уважение к своим соратникам? Абсолютно. Сейчас Акимы должны раз в месяц проводить личные приемы граждан, и всего один раз в месяц это происходит. Понятно, что не все успевают попасть к Акиму, тем более, что запись на прием, ну, вы мне простите, но на самом деле очень сильно забюрократизирована. И в этом смысле, вот в этом направлении что можно сделать? Абсолютно верный вопрос. В указе говорится о том, что вот мы сказали о регулярных встречах Акима всех уровней с населением, и в рамках этих встреч по итогам каждый Аким обязан провести прием граждан. И на приеме граждан в обязательном порядке будут участвовать соответствующие зам Акимы, руководители управления отраслевых, неправительственные организации, могут принимать участие общественные советы, политические партии и другие лица, которые могут, значит, по компетенции смотреть эти вопросы. То есть здесь прием граждан, он не ограничивается, по итогам встречи каждый может записаться и в этот же день получить на свой вопрос ответ. И мы знаем, что время, конечно, ограничено, всех одновременно принять невозможно. В таком случае эти вопросы письменно передаются и в любом случае по итогам будут эти все вопросы фиксироваться. И далее вот то, что регулярности, еще один вот такой эффективный момент. В динамике можно смотреть, вот, например, Акиму задается вопрос по дороге конкретного населенного пункта. Почему он не строится и так далее. То есть на следующей встрече уже Аким будет иметь в виду, что ему могут этот вопрос задать. И в динамике уже эти вопросы, решение этих вопросов Аким будет готовиться и будут соответствующие контроль со стороны общества. То есть вот этот момент тоже имеет очень важное значение. Хорошо. Если пойти логическим путем, да, и дедуктивно, что называется, в СМИ публикуется информация о предстоящей встрече. Эта встреча проводится в, назовем так, в расширенном формате, то есть выбираются места, которые могут разместить большее количество желающих. Значит, эти встречи проводятся, ну, в зависимости от, где-то раз в месяц, где-то раз в квартал, но не менее этого. Плюс ко всему, вот количество участников, или лучше сказать состав участников, он каким-то образом ротируется или это всегда одни и те же люди? Ну, здесь ограничения нету, поскольку мы же не можем говорить о том, что вот одни люди, которые уже участвовали и задали, они не могут прийти. Да, такого не будет. В любом случае, если у человека будут вопросы, он сможет зайти, сможет поучаствовать и задать. Другой вопрос, мы должны, как вы говорите, разносторонность, чтобы уважение было и к остальным, которые постоянно не могут попасть. Здесь предусматриваются цифровые технологии, то есть онлайн формате могут быть заданы, другие площадки могут быть использованы, социальные сети и так далее. То есть в любом случае эти вопросы попадут Акиму, они будут фиксироваться и по ним будут даны ответы. Если это долгосрочные, они будут ставиться на долгосрочный контроль. То есть в этом плане это будет отрегулировано. Я чего опасаюсь? Вот не секрет, что многие встречи, они срежиссированы. То есть есть определенные вопросы, ответы на которые готовы. Это не всегда делается для того, чтобы, скажем, обмануть или умолчать. Но иногда бывает так, что есть основные тезисы. Это здравоохранение, образование, социальный блок и так дальше. Но вот здесь новый указ может ли ликвидировать что-либо такую практику, когда действительно каждый пришедший может задать свой вопрос? Да, здесь я могу сказать, что поступали жалобы и в администрацию президента о том, что, как вы говорите, заорганизованность, заранее вопросы и так далее. То есть здесь в этом указе к этому уже не будет условий. Потому что, во-первых, заранее люди будут знать о месте и времени проведения. Любой гражданин может прийти и уже записываться на вопросы-ответы сессию. И, во-вторых, мы ограничили время на доклад только 1 четвертая, как мы уже сказали, да, и больше времени на вопрос-ответы. И, в-третьих, все вопросы, они будут после на приеме граждан, уже по личным приему граждан Акимам могут быть заданы. То есть здесь разноформатность используется. И вот эти условия, они не могут быть создавать, то есть эти случаи не могут быть в этом формате проводиться. Здесь уже более открытость, более любой гражданин доступность обеспечивается. И оно будет все фиксироваться, и в динамике будут даны ответы, как тот или иной вопрос решается. Хорошо. А если вот про вопрос контроля, то есть условно я задал вопрос Акиму. Этот вопрос зафиксирован. Даже если прошла следующая встреча, в основании не там вопрос не решился. Следовательно, какие контрольные функции есть в данном случае на Акимат для того, чтобы решился этот вопрос? Абсолютно верно. Третьим большим направлением данного указа является это уже осуществление после регулярных встреч и после приема граждан. Оно должно быть аккумулировано, и дальше по компетенции уже будет распределяться. Если это уровень областного либо районного, то они будут на местах решаться. Если это будет касаться центральных компетенций, то они будут аккумулироваться на уровне правительства. И раз в год они будут рассматриваться на заседания правительства, и будут по ним соответствующие решения приниматься. В том числе и финансовые решения. То есть здесь мы же говорим о том, что если регулярность, она обеспечит в динамике смотреть вопрос, и со стороны общества будет соответствующий контроль. Ну и со стороны администрации президента. Соответственно, со стороны администрации президента и правительства будет осуществлен контроль. Хорошо. В течение времени, отведенного для встречи, люди, например, не успели задать вопросы. Следовательно, им нужно будет ожидать следующей встречи. Данный вопрос мы уже отметили, что если будут... То есть понятно, что на всех время может не хватить, но если останутся вопросы, там будет создана комиссия. Она будет заранее изучать все проблемные вопросы того или иного населенного пункта. И в итоге тот человек, который не смог задать вопрос, его в письменном виде, формате он поступает, фиксируется, и по ним в любом случае будут даны ответы. То есть это все будут в динамике смотреться, как все вопросы решаются. Ну, повторение мать учения, на самом деле, мы детально, вы детально ответили на те вопросы, которые могут касаться, ну, буквально, в смысле слова, каждого из нас. Скажите, пожалуйста, в целом, на что направлен данный указ? Это продолжение и, скажем, принципа слышащего государства или же это нечто новое? Ну, как мы отмечали, Хасмиджо Маркин Милаш Тукаев, глава государства, поручил Акима быть ближе к народу. Это означает о том, что все чаяния народа, все вопросы, они должны быть услышаны и они должны быть вынесены на уровень решения. То есть в этом плане, вот, в концепции слышащего государства, это является очередным шагом в реализации данной концепции. Если раньше, вот, один раз в год Аким встречался и отчитывался, то вот эта регулярность, он дает возможность побольше встречаться и побольше брать информацию, называется обратная связь, устанавливать соответствующую коммуникацию с населением. И, соответственно, все вопросы местного характера, они будут выноситься на уровень решения. И, соответственно, где нужно финансирование, они уже будут при принятии решения видеть проблематику того или иного населенного пункта. Все это приведет к тому, что принятые решения все будут направлены на чаяние народа, чаяние населения. Ну, по большому счету, это задача решения проблем здесь и сейчас, да, то есть безотлагательно. Хорошо, а скажите, пожалуйста, вот в момент, не дай бог, да, ну, каких-то происшествий, согласно данному указу, считается ли, что Аким незамедлительно должен быть в будущей событии? Абсолютно верно. Данный указ не ограничивается. То есть мы сказали, что раз в квартал, раз в два года, то здесь это минимальное требование. При необходимости и по требованию населения того или иного региона или населенного пункта Аким обязан будет приехать и организовать встречу с населением. То есть это не является как бы ограничительными мерами. По большому счету, то есть стираются, ну, некоторые границы между населением, бюрократические, скажем так, границы между населением и Акимом. То есть на сегодняшний день, то есть здесь, получается, любой вопрос нужно решать вместе. Знаете, есть такая оговорка, ежеквартально в случае необходимости допускается корректировка календаря по согласованию с Маслихатом. То есть, опять же, любая новая встреча, каким образом и кем она инициируется? Мы сказали не менее одной, но если более. Ну, во-первых, данный график, он по согласованию с Маслихатом утверждается Акимом раз в год. И по мере необходимости туда будут вноситься соответствующие корректировки. Но это, опять-таки, не является ограниченной мерой, поскольку при появлении вопроса требования жителей и при необходимости Аким будет обязан организовать встречу для данного населения. И здесь нужно сказать, что каких-либо формальностей здесь нет. То есть он может увидеть и обращения по социальным сетям, обращения жителей, которые поступают к нему на блок и так далее, по разным источникам. И вопросы будут выноситься именно на его уровень. Он увидит, что проблема есть, есть требования населения, и он будет обязан выезжать именно для встречи с этим населением. То есть с тем населенным пунктом, где поступила данная требования. Возник вопрос. Ну и в завершении, вот все-таки, каким же образом можно будет контролировать течение решения вопроса? Да. Условно, я его задал Акиму, он зафиксирован. И вот это решение, каким образом, может быть онлайн, можно контролировать. Да, эти вопросы все, как мы сказали, что попадет на платформу единую. И, соответственно, любой гражданин может зайти в систему и увидеть ход исполнения решения по его вопросу. И, к тому же, вот регулярная встреча, она обеспечивает, как бы в следующих встречах уже Акиму уже рассказать о ходе исполнения. Тех вопросов, которые предыдущие поднимались на предыдущих встречах. То есть это своего рода общественный гражданский контроль. Но, соответственно, со стороны администрации президента будет осуществлен контроль о исполнении данного указа. Хорошо. Спасибо вам большое за то, что нашли время и пришли разъяснить такой очень важный вопрос. По моему мнению, это большой шаг навстречу к решению, по сути дела, общих вопросов и общих проблем. Спасибо вам. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к нашим гражданам, чтобы поактивнее задавали вопросы и поактивнее участвовали в данных встречах, регулярных встречах. Спасибо. Это была программа интервью. Меня зовут Тимур Сержанов. До новых встреч в эфире.